Когда, например, начинают арестовывать генералов, то есть ФСИН, какую роль в этой истории, какую позицию занимает, как быстро они понимают, вот этого надо посадить, а куда его посадить, а как его содержать, а нужно ли к нему какие-то особые меры со знаком плюс или со знаком минус предпринимать. Все-таки речь идет о достаточно высокостоящих фигурах в этой всей иерархии, генерал там разный. Дело в том, что ФСИН в семье силовиков, это силовое ведомство, не думайте, что раз оно входит в Минюст, то оно не силовое, но силовое, официально силовое, а не в погонах. Но среди силовых ведомств они все-таки папа-дурачки, вот ФСИН и папа-дурачок, и все к этому привыкли, все знают, что ФСИН и папа-дурачок. И ему надо все, говорит флоп, и перечень говорит, где не его дело. Ну вот, например, там вот сейчас освобождают, там выкидывают ФСИН из колонии, забирают колонии Министерства обороны под военнопленных украинцев. Да, и тоже говорят, не твое дело, все, иди отсюда. Говорят, ну да, я пошел, да, покорно уходят, там все понятно. Потому что Божневским конвенциям нельзя, чтобы это было в пенсионерном ведомстве, а военнопленные входят в ведомство Министерства обороны. А с генералами там вообще все очень просто. Есть два стула, да, есть два централа в Москве, да, потому что, ну, обычно генерал — это московская история. Лефортово и, собственно, централа в Матросской тишине, 9-9-1, он же Кренвиловский централ. И, собственно, туда либо туда поступают генералы. Они поступают сейчас в Лефортово. Ну, это централы ФСБ, да. Это тюрьма ФСБ, там, прежде всего, и ФСБ играет роль, и ФСБшные следователи. И там ФСИН играет роль охраны, и они такие вежливые мышки там, потому что мало ли что. И надо будет генералам подсадить утку, да, подсадить, это ФСБ подсадить, просто ФСИН это будет выполнять. И будет знать, что вот рядом с генералом сидит майор Сергей Петрович, да, или завербованный заключенный. И как надо к нему относиться, они понимают, да. А вообще, пока идет следствие, это все совершенно дело оперов и дело следствия. И как следствие решить, так и будут к ним относиться. Скажут пытать, будут пытать. Скажут не трогать, не будут трогать. Скажут заморозить, заморозить. Но это вполне выполнение приказа следствия. Ну вот этот уровень, там, генерал Попов, или там, генерал Тимур Иванов, Шимарев, ошибся в фамилии. Это на уровне Путина все-таки решается, что с ними делать? Или там на уровне генерала ФСБ? Вот как там это? Нет, это на уровне, да, на уровне генерала ФСБ, на уровне вполне себе. И это Владимир Пастухов по поводу событий вокруг домашнего ареста, недомашнего ареста. Генерал Попов на самом деле отлично сказал. У него шикарная фраза, она простая, на самом деле все объясняющая. Он сказал, что вы же понимаете, что любой человек в околосудебном вот этом и судебном пространстве, следователь, прокурор, судья, они, ни один из них не самостоятельен. У каждого свой куратор, да, и этот куратор работает в ФСБ. Они вообще никак не самостоятельны. И вот с домашним историей, что Следственный комитет сам выходит в суд с ходатайством о домашнем аресте Попова, переводом на домашний арест, а суд нахально отказывает Следственному комитету, то есть Бастрыкину, это означает только одно, что у следователя куратор майор, а у судей полковник. Вот и все, больше ничего. Больше там нет никаких других подводных камней. Но это не Бастрыкину, пощечина такая сейчас с Поповым? Ну да, потому что там куратор оказался сильнее, да, естественно, и он сейчас попробовал, видите, выйти второй раз с этим совсем, и, в общем, получил то же самое. Сигналы совершенно явственные. Но поскольку это не первое противостояние, я бы сказала, Следственного комитета и судебной системы, ни первое, ни второе, ни третье. Но последнее громкое было Шакро Молодым. Потому что Шакро Молодой был со стороны Следственного комитета. Но, тем не менее, видите, все хорошо кончилось. Это для Следственного комитета и для Шакро Молодого. Там только один участник этого дела, парень из ГСУ Москвы, главного следствия управления Москвы, Воксименков, вот он повесился в прошлом году в тюрьме, при очень загадочных обстоятельствах. Я бы вот это самоубийство никак бы не назвала бы и не считала бы. Ну, конечно, никто расследовать не стал. А остальные все подельники, в том числе ГСУ, все, оно все прекрасно совершенно работает. Вышло давно, насколько я знаю, один из них, не кадров, по-моему, он даже работает в HR у Чемизова. Все, все хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!